Всем привет, друзья! С вами Лориэль, и мы с вами продолжаем прохождение Скайрима. Сейчас мы находимся в гильдии воров. У нас есть новое задание. Каприз негодяя. Нужно нам поговорить с одним из предводителей гильдии воров. Но сначала я хотел попытаться вскрыть сундучки. Тут вот есть. Они прям стоят и просят, чтобы я их взломал. Опа! Ох ты, ё-моё! Так, куда-то вправо. Ё-моё! Ошибочка. Топор жатвы. Давай возьмём. Нормально я так прошёлся. Зачистил. Нормуль. А что это за перчи-то такие? О-о-о, взлом облегчается на 15. Хм, неплохо. Сапоги гильдии воров. Сапоги гильдии воров. Сапожки что делают? Карманная кража на 15%. Отлично. Да, до 86 прокачано. Годнота. О, вот ещё что-то. Капюшончик гильдии воров. Одежда. Я, кстати, наверное, могу это всё дело и переодеть. Ну, кроме вот этот. Это, конечно, не хотелось бы снимать. Где там капюшон мой? Цена выгоднее на 10%. Ну, такое. О, броня гильдии воров. Переносимый вес на 20 единиц. Неплохо. Так, ну, я думаю, можно двигать. Хотя, может, штаны должны были ещё быть. Но это не точно. Ладно, поехали. Тот же самый символ обнаружился на медовне. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас мавин чёрный вереск. Очень умно. Умно или нет, но им не жить. Не стоит недооценивать врага. У них много средств, терпения, и им удавалось годами оставаться в тени. Только не спутай моё восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулум Ай, скользкий ублюдок. Гулум Ай, наш агент восточно-имперской компании в Солитьюде. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья «Златоцвет», а значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него всё, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Понял. Где Бринюльф? Не могу поверить, что Гулум Ай во всё это влез. Этот арганианин собственный хвост в темноте не найдёт. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септин. Но он не стратег. Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Ты ещё работёнка. Тебе придётся подкупить его. Только так мы привлечём его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулум Ай просто зарвался, и можно будет на него надавить. Рад видеть, что ты перенимаешь наши методы. Глупо терять выход на Восточноимперскую компанию, пока мы всего не узнали. Просто сиди у Гулум Ая на хвосте, и он точно во что-нибудь давляпается. Гулум Ай работает на складе Восточноимперской компании. Он помогает разбирать все товары, которые приходят и уходят из Солитьюда. Это значит, что у него есть доступ к лучшим товарам, которые приходят на берега Скайрима. Он не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих находок на складе. Группа купцов, которая основала порты по всему Тамриэлю. Они фактически монополизировали торговые перевозки. Говорят, их прикрывает сам Император, а это значит, что у них почти неограниченные ресурсы. Так что не терепи империя. Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру, это чрезвычайно важно. Если узнаешь, что Гулум Ай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит, это тоже будет очень полезно знать. Есть воры, а есть Гулум Ай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухвостро, он очень хитрый. Понятно. Что ж, отправляемся. Понял, убивать не буду. Тебе что-то понадобилось? Так, а что у меня по... Ага, ну, еще я переносить могу. Карта. Ты где это там городишко-то? Вот он, Солитюд. Давненько в нем не был. Так, и куда мне? А, наверное, стандартно. Сразу же в таверну. Красавчик. Я не торгую землей или недвижимостью, но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Где мы стечет? Ай, постой. Ты говоришь, поместье золотоцвет? Мои извинения. Прости, но я почти ничего не знаю про эту... Асику, да? Ульфрик, по праву трон твой. Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Может, если что-то... Что сможет освежить твою память. Вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно огонь, что раздобыть. У меня нашелся покупатель на ящик огненного вина. Один такой ящик как раз хранится в синим дворцах. Обалдеть. Принеси его мне, и мы поговорим про поместье золотоцвет. Идется, походу, обчистить синий дворец. Однако. Так, погнали. Там меня хоть все знают. Но не уверен, что... Может, все пройти не совсем гладенько. Но ничего, сейчас посмотрим. Потому что непонятно, где находится этот ящик. Кто его там охраняет. Но разберемся. Так, давайте предметы. Сразу переоденусь в... Такого серьезного паренька. Благо у меня все там на максимум вкачано. По красоте. Зашел, вынес. Как себе домой прям. Так, братан. Держи. А, хорошо. Мы же не можем допустить, чтобы покупатель потерял терпение и стал искать другого продавца. Ну, конечно же, нет. Вот, возьми это. Я сам, конечно, не могу его использовать. Но надо же как-то заплатить тебе за товары. Отнюдь я считаю это вложением в свое долголетие. Что до поместья златоцвет. Я тебе расскажу, что знаю. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Она не говорила, зачем ей подкупать. Я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фрея и хочет до него добраться. В нашем деле мы редко называем имена. Кто мы зависит от того, сколько у нас денег. Это все, что я знаю. Я же не говорил, что у меня есть все ответы. Теперь, раз мы договорились, я пойду своей дорогой. Наверное, мы последим за братишкой этим. Что-то он, видать, не договаривает, засранец. Дракон напал на рощу Кин. Почему? Почему там? Неужели нигде небезопасно? Так, ну что ж, аккуратненько крадемся за этим скотом. Что-то он явно не договаривает. Продолжение следует... Так, аккуратненько. Главное, чтобы он нас не заметил. Но я думаю, что он назад не должен, по идее, разворачиваться. Делья рывка, разве что. Ну куда же он идет? На пристань куда-то, да? Похоже на то. Вот, а тут еще и грибочки можно подсобрать. Аккуратненько следим за этим засранцем. Главное, чтобы сейчас никакой дракон не напал. Это будет засада. Опа, пошел налево. Я, кстати, как-то туда налево пытался зайти, но меня не пустили. Ну там вот дальше, по-моему, охранники охраняют. Да, вон он стоит. Не распускай руки, воришка. Нифига себе, эксперт. Ну давайте попробуем. А тут все про вампиров лордов нам пишут. Ё-моё. Откуда тут баран? Ничего себе здесь, конечно. Ёперный театр. Что-то мне подсказывает, что лучше применить. Хотя я не уверен. Оп-оп-оп. По красоте проскочил. Ай, недолет. Твою мать. Вот это я приземлился. Я хотел просто забрать факел. Давайте попробуем сделать вот так отдельное сохранение на всякий случай. Да, ингредиентов тут. Моё почтение. ค slave. Где так отдельное сохранение. Так initiatives. Ну, ай да. Если один будет ребят. Ну, кто ее пристали? Не заметили И это хорошо Идем дальше Так, там он этот охранник Конечно, он меня Пугает немного Красавчик Ой, ёпта Ё-моё Ну, конечно, и миссия Опа Грот Соленая вода Заходим Че за грот Ща посмотрим Разобраться с Гулум Аем А как разобраться-то с ним Уйду на покой Куплю себя с работой Маленькая лживая шлюха Малец-то нет меня Может быть, чей угодно Ни монеты ржавые Они получат Та ё-моё Волшебники Вот у кого сила Оу Братишка Тааак Однако Оу Фух. Так, дело сделано. Идем дальше. Минус один. Так, вот койота это нехорошо. Так, годится. Туда же дальше мне, я думаю, не надо. Так, вот койота это нехорошо. Куда дальше? Эмм. Оттуда я пришел, мне кажется. Да, мне в другую сторону. Походу, мне надо было дальше бежать. Можно вообще одеть лук. Минус. Два прострела. Привет, братан. Постой. Не нужно рубить с плеча. Все не так плохо, как кажется. Я все собирался рассказать Мерсеру. Честное слово. Пожалуйста. Он же меня убьет. Говори или прирежу на месте. Не надо. Не нужно этого делать. Я все тебе расскажу. Корлия. Ее зовут Корлия. Судя по твоему тону, ты ожидаешь, что мне знакомо это имя. Мерсер тебе о ней не рассказывал? Корлия. Это воровка, которая убила прежнего главу гильдии Гаула. Теперь она охотится на Мерсера. Помогаю. Помогаю. Нет. Нет. Послушай, я даже не знал, что это она, пока она со мной не связалась. Прошу, поверь мне. Я не знаю. Когда я ее спросил, куда она отправилась, она только сказала, к началу конца. Вот. Возьми. Купчую на поместье златоцвет. И когда будешь говорить с Мерсером, скажи ему, что живым я ему нужнее. Угу. Ну что ж. Хочешь знать больше? Я ее о том же спрашивал. Но она не стала мне говорить. Но теперь, когда я знаю, кто она такая, я думаю, она пытается ударить... Ну, это понятно. Мавин Черный Вереск нужен мед из поместья златоцвет для медоварни. Она держала поместье в кулаке при помощи гильдии. Если владелец отрежет гильдию от поставок, он сильно навредит Мавин. А ее это не устроит. На месте Мавин я бы обвинил гильдию в слабости и неспособности удержать поместье. Именно о гильдии жизненно необходима поддержка Мавин. Корлия много времени и средств положила на это дело. Считай, что это подарок, чтобы обеспечить твое молчание. Мне от него все равно одни только неприятности. Корлии он даже не нужен. Так, короче, свободен. Так, тут у нас мясо хоркеров. Ох, как я ему в башню, конечно, вкинул. Не тут-то было. О, нащупал немножко. Мычки просто как семечки разлетают. Да ё-моё, я только нажму. Есть. Неплохо. Что тут еще? По-моему, направо. Эх, перебор. Так, что еще тут у нас есть тут заломать? Опа. Так, я надеюсь, отсюда выход где-то быстро имеется. Да, где-то. Ага, там перебьешься. Честно он рассказал. Шакал. Ой. Ребят. Так, десантируемся в Скайрим. Так, и где это я? Окей. Что ж, значит мне обратно. Замечательный городок. Да, прямиком в гильдию воров, пожалуйста. Тебе что-то понадобилось? Гулумай рассказал что-нибудь о покупателе? Нет. Не может быть. Я этого имени не слышал много лет. Это и вправду дурные вести. Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Карлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить, но она как сквозь землю провалилась. Почему она вернулась? Карлии были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спином. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Гулумай сказал, что она отправилась к началу конца. Это только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища Снежный Завес. Мы должны пойти туда, пока она снова не исчезла. Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Вот твоя награда за салютют. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Нельзя дать ей снова от нас уйти. Окей. Так, друзья. Ну что ж, я думаю, что, наверное, на сегодня все. Я сейчас думаю сбегать в... Попытаться поговорить с скупщицей. Я, правда, не совсем помню, где она, но вроде где-то здесь. Вот, поговорить со скупщицей. В надежде, что она у меня что-то купит. Вроде скупщица это вот это. Нужно что-то? Я не всегда была жалкой нищенкой. Я училась своему искусству настоящих мастеров живой скульптуры. Я училась на факультете хирургии в Клаудресте. Я три года странствовала среди моих клиентов аристократов. И все же я пала так низко. Окей. Теперь про изменить? Я могу сделать, имей ввиду. Бесплатно я не работаю. Сомневаюсь, что ты сможешь позволить себе мои услуги. От тебя воняет нищетой. Ага, тысяча золота. Понятно. Так это ты, новичок? Я тут скупщик. Захочешь продать то, что тебе не очень принадлежит, я тебе заплачу. Само собой, придется отдать небольшой процент гильдии. Я могу еще продать кое-что полезное людям нашей профессии. Конечно. Могу попросить могильщика тебя вырубить и бросить в цистерну. Слушай, я в этом деле уже давно и я всяких навидалась. Крутые парни и хитрые девчонки. Мне без разницы. В конце концов, ты поймешь, что тут нас волнует только одно. Хорошо. Значит, вот твои доспехи. Надеюсь, они тебе пригодятся. Ага. И мы перегружим. Мне нужно обменять одну из частей твоей гильдийской брони. Что выберешь? Конечно. Иначе это не была бы награда логично. С новой броней твои навыки еще больше увеличатся. Это точно. Я хочу сапоги. Подумай еще раз. Когда я ее для тебя обменяю, обратно уже не возьму. Если только ты не захочешь ее продать за бесценок. Да, так и поступим. Ладно, вот пожалуйста. Тогда... Как бы мне это было... Добро пожаловать в нашу милость. Заплачу по обычному тарифу гильдии. Давай-ка посмотрим. Так... Теперь убирайся. Хм... Что как-то дешево, по-моему. Ну ладно. Забирай. Нет, нет, не холодно, не жарко. Жарко. Ха-ха-ха. Так, ну я и сказал. Окей. Разговор с тишиной. Встретиться с Мерисом у Снежной Занавеса. Так, друзья мои. Я думаю, что мы можем выйти просто на поверхность. И, наверное, на сегодня уже остановиться. Так как серия получилась достаточно некоротенькой такой. Вот. Поэтому, что ж. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Поддержите видео лайками. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok